И снова доброе утро страна! Мы говорим сегодня, напомню, о ювелирных украшениях. И в нашей студии настоящий знаток ювелирного дела Сергей Черников. Доброе утро вам! Доброе утро, Сергей! Нам стала известна некоторая информация о вас, но в частности. Вы, говорят, окончили Одесское Выжившее Инженерное Морское Училище. После этого, как нам сказали, 10 лет бороздили просторы Мирового океана. Сегодня вы преуспевающий бизнесмен, владелец ювелирного салона Браско, но я также член Международной Ассоциации Искусловедов и Критиков Искусства. Да, это так. Как-то пришлось быть сначала моряком и после четырех кругосветных плаваний, дойдя до высшей точки обучения в морских институтах, пришлось переквалифицироваться на более земное. Почему? Почему именно ювелирные дела? Ну, как-то вот так пошло, что с товарищем, когда в 96-м году распался Советский Союз, но в 96-м году флот остался без работы, ну, надо было что-то искать, что-то придумать. И вот раз придумали, что можно заняться производством ювелирных изделий, изучить это, и вот пришлось изучать. Потом идти вот уже 17 лет этим путем. Ну, я знаю, что у вас очень много и других каких-то регалий, скажем так, других титулов. Например, недавно вы защитили очередной диплом перед Высшим Бриллиантовым Советом Европы. Теперь вы являетесь сертифицированным оценщиком бриллиантов, если можно так выразить. Ну, сертифицированным оценщиком бриллиантов, который я защитил вот на Высшем Бриллиантовом Совете, это произошло в 2007-м году. Высший Бриллиантовый Совет – это институт при Высшем Бриллиантовом Совете HRD, High Diamond Console, который находится в Бельгии. Имеет свой институт, также обучает всех и выдает дипломы. После этого мне пришлось закончить еще Международный гемологический институт, это IGI, также в Антверпене. И после него я уже закончил полный курс обучения в HRD, High Diamond Console. И получил звание уже гораздо выше – это Graduated Gemologist. Это, как если по-русски это сказать, оконченный гемолог, полностью по всем видам направлений в гемологии. Ну, это профессорское звание. То есть профессионал своего дела. Профессионал своего дела, да. Кто смотрит у вас в сертификате GG стоит, это Graduated Gemologist, ну, это высшее звание в гемологии. Вот такой вопрос у нас коллега попросил колечко оценить, сказать, там настоящие камушки или нет. Это реально сделать вот так вот, навскидку, посмотрев на свет? Знаете, вот как в фильмах берут увеличительное стекло, так смотрят, говорят, это бриллиант, 15 карат. Это реально сделать? Ну, в принципе, как, я бы не назвал бы это шарлатанством. Там есть люди, которые, конечно, можно как-то стать, красиво сделать лицо, но это у нас все возможно. Посмотреть на камень. Ну, вот, например, я вам показывал, что синих камней, вот таких, которые можно использовать в ювелирном деле, около 18. Ну, как вот так на взгляд, тем более, ну, не у каждого человека хорошее зрение. Такое зрение, что как без лупы, хотя бы посмотреть вовнутрь и сказать, какие там включения, к какой группе ко мне относится этот камень. Ну, можно сказать сапфир. И девушки вокруг скажут, о, сапфир. Здорово. И все, да, я уже специалист, но это же не значит, что там сапфир, там же может быть другой камень, и кардиорит, и олит, там всякое. То есть, какие-то специальные приспособления, я вижу, что одно из таких вы принесли к нам сегодня в студию. Да, ну, тут многие, это рефрактометр, который измеряет угол отражения света внутри камня. И по этому углу индекс рефракции называется, он вообще в мировом общении. Можно определить, какой камень находится перед вами. Как каждому камню присущий свой индекс отражения, как и своя плотность, как и свое отражение светового потока. Поэтому, с помощью этого прибора, ну, вот, например, я могу определить 80% камней. Есть вот другой приборчик, он чуть поменьше, такая вот трубочка. С помощью этого прибора и вот этих всех, ну, я думаю, все 100% можно определить. У меня такое ощущение, что мы сейчас, поговорив с вами, можем смело сдавать дипломную работу. Нет, да, это далеко не так. Да, защита дипломной работы, я вам могу просто вот так охарактеризовать. Мне пришлось учиться для того, чтобы защитить диплом уже по гемологии, не только по бриллиантам, а по гемологии. Я проходил курсы в Москве. После этого, когда поехал в Антверпен, я прошел обучение в Международном гемологическом институте. Там чуть-чуть легче, чуть-чуть легче. Поэтому я шел таким путем, чтобы все это подобрать. И когда Высший бриллиантовый совет, вот в мире существует три оценочных организации, которые дают сертификаты на камни. И в зависимости от сертификата цена на камень также возрастает. Давайте пока мы так побеседуем на серьезные темы, я предлагаю попить чайку. Да, пожалуйста. Как смотрите с утра на чай? Вообще ювелир – это сложная профессия? Нужны какие-то особые качества характера? Ну, я Вам скажу так, что в ювелирном деле, насколько я смотрю на это все, это главная усидчивость и стремление все-таки как-то вложить сердце в то изделие, которое ты хочешь дать людям. Ширпотреб – это ширпотреб и получается. Поэтому он называется ширпотреб. Но когда ты ювелир, значит, ты должен делать качественное изделие, создать красоту, которую красоту потом человек. Знаете, как приятно, когда приходит девушка, пусть даже парень приходит, он заказал себе перстень, одевает на руку, и он выносится из зала потом. А девушки, ну, они же начинают прыгать. И вот это уже приятно тому же ювелиру, когда это все, знаете, может не та оплата труда, сколько, ну, 80% дает, как человек реагирует, когда одел. Когда одел просто, ну, хорошо, пошел. Это какой анекдот такой. Да, слиток просверлить, так и, знаете, сделайте перстень из этого. Или когда богатый человек тоже заходит со своей девушкой в магазин, она не может от одной витрины к другой мечеться, мечеться, ну, я не знаю, мне то и нравится, а не это. Так, мне, пожалуйста, вот эту витрину заверните, вот эту, ну, и вот эту, она уже дома сама разберется. Вы чай с сахаром пьете или без? Нет, без сахара. А ты, Алисия? Тоже без. Тоже без. Как хорошо. Экономим. Один я с сахаром пью. Насколько я знаю, вы еще специалист не только по камням, но и по золоту. Да, мне приходится работать в основном с производством, с оборудованием, так как я все-таки инженер. Я очень много работаю с оборудованием, которое используется в производстве ювелирных украшений. Езжу по Украине, в России, по выставкам в Европе, Азии, вот, изучаю это все. Ну, мне приходится разбирать, собирать, как-то устанавливать и запускать производство, где люди заказывают специалистов. А вот, может, поясните нашим телезрителям, если кто-то до сих пор не разбирается, что такое проба, что означают эти цифры, вот, почему они разные? Вы, когда приходите в магазин, ну, первым делом, вы, когда выбираете кольцо, вы уже, зависит от того, сколько вы хотите денег потратить. Вы смотрите здесь, ага, вот есть 585-я проба, есть 750-я проба. Ну, за границей, за границей есть 21 карат, там, 916-я проба, это делают арабские страны, в основном эти изделия, с 916-й. У нас последнее, что какая из существующих, которые клеймят в пробирной инспекции эту пробу, это 958-я. Вот, это почти чистота, делали раньше обручальные кольца из этой пробы, ну, потом как-то это все, потому что они мягкие. Золото мягкое, вы же помните, как царские червонцы всегда называли, да, ну, потому что все равно там уже есть добавки, там 917-я, 916-я проба, в царских червонцах, уже туда добавлены такие составляющие, которые делают эту монету более-менее крепкой, чтобы она не стиралась от рук, потому что все-таки в руках же носили, в карманах там, это же была ходовая монета, это же не было, как мы сейчас в банк куда-то отнестили. Ну, в принципе, да. Да, да, да. Поэтому вы приходите, и вы видите, у человека сразу разбегаются глаза в магазине, ой, это зеленое, это красное, это белое, что ж такое случилось? Не надо пугаться. 585-я проба, она имеет очень много оттенков, вот есть американский оттенок, он розоватый чуть-чуть. Есть турецкий, насколько я слышал. Не слушайте вот эти все разговоры, я вам сейчас отдельно тогда про Турцию чуть-чуть расскажу. Все сейчас объясню. Да, да, да. А ты записывай. Есть итальянский оттенок, но это используется в Италии, используется в Европе вообще, используется золото и серебро. У нас Советский Союз, он имел свой регламент, по которому определялось надзорно, мы добавляли медь. Поэтому в этой смеси, когда в лигатуру в добавке добавлялась медь, это уже красноватый оттенок имело. Ну, когда вышло вот это вот турецкое, все как-то всплыло, вот турецкие эти изделия, 90-е годы, как понеслось, у них пошло производство. Какая задача была турков на тот момент? Они должны были сделать легковесные изделия, которые мы давали меньше денег за них и получали вроде бы объемные такой дутые изделия, кольца. Но они имели такой темно-красный оттенок. Почему? Потому что для того, чтобы сделать тонкое изделие до такой степени, как они делали из толщины металла 0,3-0,5, делали кольца, ну, фольга. Да, фольга на пальцы. Они туда заливали какие-нибудь пластмассовые полимеры, это было как черный камень. Потом, когда разбираешь, там 2 грамма пластмассы и 1,5 грамма металла, как говорится, вот тогда вся таблица Менделеева туда, как говорится, в виде добавок вводилась для того, чтобы золото сделать именно пластичным. И вот до такой степени толщины мы по нашему ГОСТу не можем это сделать, потому что у нас есть серебро процентный состав, есть медь процентный состав. Изменил цвет, поменялся. Понес пробирную инспекцию, что-то не хватило попробовать, что-то не хватило. А вот, кстати, об изготовлении. Мы, видимо, принесли интересные такие заготовки. Вот не могли бы Вы объяснить, что это, как именно происходит процесс изготовления? Это я хотел на этом объяснить. Вот я сейчас много в интернете смотрю, просматриваю какие-то, что нового появилось. И как-то вижу, как выступают ювелиры где-то там в России, Украине, ну уже и в Молдавии появилось. Вот мы там хендмейд изделия, значит, ручного изготовления. Вот я хотел просто чуть-чуть как-то разделить ручное изготовление ширпотреб, который выходит где-то, вот, и то, что производится действительно вручную. Вот это изделие, это сделано, да, это началось все с дизайнерской разработки. Вот был нарисован рисунок, потом человек, мастер своего дела, художник, вот, вырезал из воска. Это как первая ступень в изготовлении ювелирной модели. Потому что если я хочу таких моделей много, здесь уже ничего не продумано. Если это единственное, да, это все теперь берется, проливается при помощи литья вакуумного, это превращается в золото. Это не какие-то такие там фокусники, нет, это все идет процесс. Не алхимия. Не алхимия, да, это процесс, который подготавливается, он занимает, просто прогрев вот этого места, где, когда будет заливаться сюда металл, занимает, ну, 6-8 часов. Поэтому он долгий, сам по себе час-полтора. Вот, и потом уже это формуется, и когда отформовалось, вот теперь выбирается. Клиент хочет белое золото, клиент хочет красное золото, клиент хочет желтое золото или 750. И опять же, все цвета металла, которые идут, существуют. Вы нам, кстати, за эфиром рассказывали про синее золото и даже черное. Да, сейчас это вот, ну, синее появилось, синее появилось, я вам скажу, где-то 2002-2001 год, а черное вот пару лет назад. Вот синее, никогда не скажешь, в чистоту золота добавляют нержавеющую сталь, процентный состав. Нержавеющую сталь. И золото потом в конце становится синим. Просто черным золотом, к примеру, раньше ж нефть называли. Не, ну, понятно, это черный цвет металла, это не черное золото, это мы уже так называем, как между собой, это аббревиатура, это никакое... Ну, и напоследок, расскажите, пожалуйста, что это за книги вы нам принесли, я так поняла, что одна из них принадлежит вашему перу. Да, это книга сейчас, я вам сказал, что мы больше сейчас занимаемся научными изысканиями и также тем, что... Вот сейчас выходит, выходит в свет, выходит в свет, ну, несколько книг будет, это выходит первая книга. Она сделана специально небольшого размера, для чего? Взять в карман, положить с собой. Стравочник с собой в магазин. Сумочку. Ну, здесь я пытался писать так, что для простого обывателя, что если это дверь, то она открывается наружу, а не так, что давайте посмотрим в глаза этому камню, и пусть этот камень все расскажет. То есть, так, чтобы было понятно любому простому человеку. Так, чтобы было другому понятно, и здесь даже, как это, каждый бриллиант, как и человек, имеет свои особенности. Найди их, и ты никогда не проиграешь. Поэтому здесь описывается, как проверить пробу золота, какие вообще бывают пробы золота, сплавы, серебра, золота, платины, палладия. Как это проверяется, и как вообще. Вот вы пришли и посмотрели на бриллиант. Что вы должны знать о нем, чтобы заплатить те деньги, которые из вас просят. Так что мы теперь тоже можем слегка прикоснуться к ювелирному делу и немножко почувствовать себя профессионалами. Спасибо вам большое за то, что нашли время и интересно рассказали о таких дорогих, красивых вещах. А мы, наверное, зачитаем поздравления. Сначала надо Сергею объяснить. Наша программа еще и поздравительная, то есть каждый может иметь возможность прислать нам привет, поздравления. И наш гость обычно добавляет пару теплых слов. Поэтому я сейчас прочитаю то, что к нам пришло. Очень люблю вашу передачу, смотрю ее с таким удовольствием. Передайте, пожалуйста, привет моей маме, моему брату и всем моим друзьям. От Ани Афанасенко. С удовольствием. Анечка, передаем привет всем вашим родным. Ну и от вас, Сергей, пару слов приветственных. Приветственных, чтобы, Аня, на ваших глазах всегда была радость и ваши руки, тело украшали ювелирные украшения. Какое прекрасное пожелание. Спасибо большое. Кстати, да, не зря ведь говорят, что подарок бриллиант – это хорошая примета, говорят к свадьбе. Так что прямо сейчас Юлия Началова – добрая примета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова